Сейчас я подойду, погоди секунду. Так, здравствуйте, друзья. Сегодня 1 мая. Примите мои поздравления от старого большевика, 73 года. Вот. Из тех, которые работали на благо социализма, теперь на благо коммунизма. Значит, ну все равно поздравляю. Май – это маевки. Маевки – это когда в этот день рабочие выходили в лес, устраивали пикники. Ну, раз в год могли и рабочие такое позволить. Но там же и крепли революционные мысли. Вот. Сеня, вверх ногами ложишь. Так много не войдет. Вот так. Так. Давайте сделаем так. Чего вспоминать прошлое? Сегодня 1 мая. Полчаса назад. Сеня, ты заметил этот снегопад дикий? Ага, нет. Заметил? 10 минут, а теперь от него среда нет. Вот. Давай так. Интервью с будущим еще неизвестно кем. Сень, кем ты хочешь стать? Я – садоводом. Громко? Я хочу стать садоводом. Молодец. Так, теперь так. А ну-ка, громче, громче. Я хочу фамилию изменить. На какую? Железом. Ты будешь железом. Все, спасибо. Я трону до слез. Я тебя не подговаривал. Мы об этом говорили год назад, я уже забыл. В каком классе учишься? Во втором. Ну, ладно, осталось еще 8. Так, теперь. Что ты делаешь? Я работаю. Скажи, пожалуйста. Ветки живые или мертвые? Ветки мертвые. Нет, ну а раз отрезали, теперь они будут мертвые. А были, когда резали? Ну, живые. Живые. Так вот, друзья, то, что вы видите, это очередное сжигание. Уникальнейшей коллекции. Единственное на планете. Так? И не нужно никому. Потому что это все неправда. Это все вам мерещится. Ущипните себя, и вы окажетесь не в саду будущего, который стал явным. А, 19 век. Вот это, наверное, ранетка. А? Нет, еще. Иначе гореть не будет. И уплотняй, уплотняй. Сгорит то, что не имеет в себе аналогов на всей планете. Вот это вот наклон. Знаете почему? Потому что с запада нависают соседние вишни, и деревья вынуждены вот так расти. Они отклоняются. Не думайте, что это плохо. Это вынужденная мера самих деревьев. Я им особо не мешаю так, лишь бы не упали. Так, теперь, друзья, жердель из косточки. Херстанская область, Береславский район. Вот откуда она приехала. Ее мама дала в прошлом году 40 ведер. Под ней осталось еще, я показывал не раз, еще тысячи костек. Сейчас прям лежат. Сымы предыдущие фирмы. Вот. А это уже из косточки выращено. И я жду первый урожай на пятый год. Вот они. Урожай будет отменный. Вот. Теперь, чем я занимаюсь? Ну, это я сюда коленками становлюсь, когда прививка низкая. У меня проблемы с межвидовыми прививками. Показать? Вот смотрите. Это абрикос сын Маджурца, так назовем. Он уже потерял практически все свойства его отца. Или мамы, как правильно сказать. Патриарха. Вот. Он уже зацветает. Он не привитый. Можете убедиться сами. Так. Посажен на холм. Прививки межвидовые не пошли. Но я упряма, я всегда упряма. И вот летаю. Помните песню? Мы помним, старики. И вот летаю. И не страшно, не чуть. Только сейчас привел в него венгерку. Причем не просто венгерку. У меня есть венгерки, которые уже прижились. Мы сегодня... А, тема, тема. Межвидовые прививки. Ну и, конечно, я не зря ребенок показал. Вот. Посмотрите. Это абрикос. Видите? Дар небес. Вот он. У него вживлена венгерка богатырская. Вот она. Верхняя половина отрезана. Где она теперь? Так как она уже сроднилась с абрикосом, так, то теперь именно на абрикосе ей жить. Вот видите? Потом с этого срежу, на следующий абрикос перенесу. Вот таким вот образом. А! Чего? Уже перенес. Вот видите? Вот тут бирки нет. Почему? Потому что это венгерка богатырская. Второе поколение. Вот. А до кого я прививаю? Минуточка. Смотрим. Вот. Ну-ка я очки даже сниму. Вот. Хотя и так знаю. Но вам покажу. Абрикос, абрикос, маньчжурский сын. А номер сына, знак вопроса. В данном случае не специально. Мне принципиально. По двое. Вот. Что здесь, какие чудеса случаются? И так. Были попытки вживить академика. Чем дело кончилось? Самое обычное. Вот эта ветка обычная. Вот посмотрите на ее, посмотрите на ее расцветку коры. Самое обычное. Какая полагается быть сыновья маньчжурского абрикоса. После того, когда у меня не пошла. Вот эта прививка. Вот эта прививка. Где-то третья прививка. Полностью на... Изменились. Я уже распоказывал. Не могу остановиться. Это цвет академика. Но казалось бы, откуда академику взяться? Ведь прививки мертвы. Это мертва. Вот. А эта... Ну, считайте, что мертва. Это то же самое, что мертва. Значит, что я буду продолжать? Вот эти деревья, я их называю маточными. Вот, смотрите. Видите ж. А что я в нее привил? Ну, пусть это было не сегодня. Вот. Даже интересно. Опа, видишь, что я вчера прививал? Я вчера прививал. По-моему... Ну, короче, я прививал. Нечто новое и нечто необычное. Но, еще раз. Низ весь заражен генами академика. Вот он. Это академики. А эта ветка ничего не имеет общего с этой веткой, которая осталась неизменной. Даже посмотрите. Вот, видите, желтая на фоне. Вот. Целиком желтая. И теперь, да, я лишнее отрезаю. Значит, вот это расти не будет. Соперников подрезал. Вот эти тоже укорочу. Почему? Скорее всего, это будут химеры. Но, давайте посмотрим. Чветочные почки есть? Чветочные почки есть. До самых, до верхушек. До самых, до верхушек. У меня сегодня... Ой, все, снег пошел. Ну, ничего, поздравляю. Первое мае. А как без снега? Сибирь. Так вот, значит, сегодня у меня на вебинар. На вебинаре мне зададут вопрос, что если я не обрезаю персики, то я учу, если персики не обрезать, то больше пяти лет не живут. Вот это для меня дичь, она вбита в голову миллионам. И люди со мной спорят. Не просто там принял сведения. Да, буду калечить свое. Но они же на всю страну. На весь мир. Вот. А мне что остается делать? Да, там приводится пример. Вот видите? Абрикосы однолетние плоды носят. Вот. А яблони груши. А вот мы тут случайно подошли. Ну, совершенно случайно. Рядом растет Антоновка. 400-граммовая, да? Вот. И тут получается, что у нее полно двух-трех. Смотрите. Вот видите? Ну, это хорошо же видно. Или приблизить. Вот. И получается там только у него... Ну, как, верить человеку серьезно, когда он говорит, яблони груши только на трехлетних этих плодоносят. А вот двухлетние. Еще раз. А вот однолетние. Внимание. Вот. И что самое интересное? Что именно откуда ему знать? Вот пользуется, видимо, этими старинными данными. Сейчас я обратно. Сейчас, 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 сейчас. Ага, все. 200 рублей за мной. Так. Видите? Вот плодовая почка. Он об этом знает? Плодовая почка. Он об этом знает? Плодовая почка. Он об этом знает? Плодовая почка. Они все зацветут. Я же каждый год любуюсь. Вот. И вот так вот. На кончиках. Вот она плодовая почка. Сейчас, сейчас, сейчас. Успокоиться. Вот она. А вот это, это последний год. Предпоследний год. А что ж ты вырежешься только на трехлетних? Вот. И в качестве примера, еще куда? Ах, вот это, и вам ни яблони, ни груша. Это персик. А персик на однолетних приростах? Да, на однолетних. И на двухлетних, и на трехлетних. А что ж ты веришься только на однолетних? А получается, и почему ты каждый год заставляешь обрезать их, если на них как раз приросты на однолетних? Вот, для этого вебинар. Придется это, дискутировать уже в вашем присутствии, кто сегодня на вебинаре будет. Ну, сегодня не увидите, допустим, сегодня фильм не будет готов. Вот. Допустим, завтра, после, допустим, вебинара. Ничего, записи увидите, сравните. Что еще показать? Итак, прививки под бутылками, все, за пробками сбегать некогда. Вот, пробки это такое, можно с пробками, можно без пробок, можно выбирать время. В жару пробки снимать, в дождь пробки снимать, остальное время с пробками там, особенно когда холодина страшная. Вот сейчас вернется зима, нам пообещали, да? Что будет? Посмотрите, до сколько все это. Знаете, что это такое? Это персики. Сейчас покажу. Вот, видите? Эти персики, если их не спасти, вот эти персики, вон они, распускаются. Если их не спасти, так, вот так, значит, они могут замерзнуть. Крыльчикой на крыле, все. Там это бывает, но там несколько минус, а под бутылками несколько раз в плюс. Имейте в виду. Вот. Вот все, вот такие они крупные. Я привил. Посмотрите, какие. Вот, видите? Я привил, да? Вот. И среди подвоев, это слива китайская, один решил, превзошел все свои ожидания мои. Мои свои так не хочет сейчас. Бутылка не втыкается. Ага, кто ткнул. Значит, а вот это вот поздно прививать у земли. Я сделал скелетную прививку. Но как? Я рассуждал так. Вот это, персик, будет убран отсюда. Во-первых, яблони не даст ему жить. Раз. Вот. Во-вторых, здесь будет несколько прививок. Так же. Персик, персик. Значит, персик. И еще парочку пойдет под эти самые. Под слива на сливе. Не пойдут персики. Замерзут персики. Слива на сливе выдержит. И год не потерян. Но он будет отсюда отсажен. Вот. А куда? Есть такое понятие. Мое железовское. Тепловая подушка. Уже вот это вот, с запада. Да, солнца не хватает. Вот сюда, метров 5-7 не хватает солнца. Тень во вторых полудня. Вот от соседних деревьев. Заборов так. Но зато здесь ветра мало. Или не бывает. Вот этот момент надо учитывать. Если дерево простое. Вот, например, это уссулическая груша. Сейчас почему-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Грецкая. А вот. Вот она. Убить ее невозможно. Каждый год урожай дает. Еще и самоплодная оказалась. Вот. Посмотрите, сколько их осталось. Не нужны семена. Вы видите? Вот посмотрите. А, что-то я тут смотрю. Ага, вот резкость. Вот сюда, глядите, глядите, глядите. Я же не говорю о том, что там детская площадка, там еще больше. Глядите, глядите, глядите. Вот. Я при всем своем желании. Вот они. Дикие уши риски груши. Вот они. Я при всем своем желании не могу все собрать. Вот. Семечки, скорее всего, их съели. Есть, кого есть. Да. Отвлекаться нет. Один из проблем в стране. Это вишни. Вишни плохо размножаются косточками. И отлично размножаются корневыми отводками. А корневые отводки, это находка любого отвода, готовый саженец. Но есть одна проблема. Следующая. Получается, что они быстро становятся все родственниками. Вот. Так. Сейчас хочу, что покажу вам. Ага. Посмотрите. Слева, видите? Вот. В данном случае меня не слева интересует. Мы сейчас найдем, где мыши собрали. Где столовые мыши, куда они все косточки собрали. Вот они. Вот, видите? Вот. Они или распадаются, потом их едят, или каким-то образом их раскусывают. То есть, упор не знаю. Я плохо знаю этот мир. Вот. Вот они, видите? Вот. И именно поэтому весной здесь мощнейшее, огромное количество урожая. Огромные эти. Они, для меня там, кажется, огромными, эти вишневые деревья. Вот они. Вот они, да? Но, к сожалению, никогда, ни разу не видел, чтобы хоть взошла одна эта вишенка. Видите? Ну, хоть бы одна взошла. Ну, хоть бы одна. Никогда. Им не дается ходить. Я уже понял. Несколько лет. Да, с 15-го года, как я этот участок прикупил. Посадил вот эти деревья. Видите? С тех пор не взошла ни одна вишня. Абрикосы вчера фильм снимал, показывал, позавчера показывал, как они пиваются в землю. Все-таки какая-то часть абрикосов-косов сходит. Вот. Хотя большинство сходит так быстро на месте, что тут же становится едой. И там точно так же, вот как тут сливы, вот, там точно так же все это, все-все-все, там все подметено. Скорее всего, мышами. Вот, что еще показать. Значит, начал с межвидок привык, а закончил чем? Вот. Почему я ее, смотрите? Вот укрытое, да? А эту просто не успел. Сейчас я закончу и такой пакет надену. На первое время. Видите, пока он не мешает, пока зима. Ну, сейчас только, видели, снег идет. Завтра обещают снег. Уже полноценный. Соседняя региона уже завалила. А она всегда идет с запада на восток. Значит, завтра наш день. Вот. То, что когда-то шутя назвали день жестянщика. Ну, что, не знаю, пригодится ли этот обход. Не пригодится. Не пригодится. Вот. Ребенок, который полнил. Дозывается трудодень. Вот. И теперь занимается своими делами. А вот это вот преступлением перед человечеством. Я сейчас, наверное, присяду. Посмотрю, сколько. Пошло 17 минут. Он открутится только через 12 минут сам этот. Вот. Можете еще присесть поговорить. Я устал. Спина болит. Потом на высоте пояса прививаю. Вот. Вот эти вот. Два дня назад прививал. Вот они. Это черешни. Ладно, не буду трогать. Им рада сходить. Хотя и черешни. А? Ой, я фильм снимаю. Давай сам. Вот. Вот так себе на поколении. Дерево убитое моим предыдущим соседом в 15-м году. Я выкупил у него участок. То спасти это дерево уже не мог. И это ему бито. Знаешь почему? Знаешь, сколько воды он лил? Ужас. Это вишня. Вишня самая. Могучая терпит сырость. Разве вытерпишь, когда часами вода лилась? Ну, а сейчас я сяду. Сейчас я сяду. А, наверное, вот. Еще есть тема. Итак. Замачивание за сутки. В холодном, темном помещении. Мне это в данном случае заменяет ночь. Вечером замочил. С утра уже приезжаю. Видите? Есть вещи, которые, к сожалению, мне бывают очень-очень обидно. Вот Петр Великий. Нашел случайно. И сейчас я его замочу. Эх, а у меня тут рядом ножика нету. Петр Великий. Видите? Уникальный черенок, который не имеет равных. Сейчас мне надо освежить торец. Так. И поставить его в воду. Вот. Сейчас мы... Ладно. Потом освежу. Но сам факт я вам сказал. Как это делается. Вот. Все лишнее знание они не повредят. Так. Сейчас я буду... Сегодня уже здоровья не хватит. Сейчас я буду привать. Вот это вот. Вот. Сергей купил 4 персика в СИЗО. Явно перекупщик ЦИ. Вот. Низ отрезали, посадили мы. Вот. Это вырезал я то, что еще может быть пригодится. Два дня вымачивал. И сейчас принимаю решение. Давайте смотреть. Два дня вымачивал. Живой? Вот видите? Давайте еще посмотрим вот тут. Давайте вот тут посмотрим. Знаете как мы сделаем? Мы сейчас возьмем. По-настоящему отломим. Не-а. Твердая как камень. А я то думал. Вроде и живая на самом деле. В общем, что я придумал. Я хочу сделать много межвидовых прививок. Вот. Прислали мне из... Брянска или из Обнинска. Достаточное количество персиков. Я их как раз прививал и вам показывал. Конечно, эти я выброшу. И впереди у меня еще прививка. Тут вам настоящий Golden Delish. Уже настоящий. Мои 500-граммовые. Тут еще морду воротит. Не настоящий. Откусы 500-граммовых. Вот. Растерялся я. Показывал. Говорю. Ну, подскажите. Приезжали ученые. Подскажите, что это? Golden Delish или нет? Нет. А что? Не знаем. Вот. Вот это груша. Что за груша? ЭКО. ЭКОДАР. Вы не слышали такого? Я тоже. Я вначале превью, да? Превью. А потом буду думать. И сравнивать. И искать в интернете. А что у меня еще есть? А что у нас, ребята, в рюкзаках? Вот. Что еще превью? Вот. Поздний пианист. Мне до сих пор верится, не верится, что поздний Филиппио и поздний пианист. Это одно и то же. Вот. Дело в том, что... И похоже, и не похоже. Что надо делать? У меня и то, и то. Я сейчас еще добавлю превью. И буду сравнивать. А если это один сорт, но разошелся на два, тем лучше. А что у нас, ребята, в рюкзаках? Вот. А вот еще персики. А вот это что? Ага. Тут был поздний пианист, а это поздний Филиппио. Вот я так и буду. Видите, вымочил. Вот теперь я буду их сравнивать. Как? Садить на одном дереве. Садить, свыше привать. И тут веточка, и веточка того, и веточка этого, и веточка того. Мы будем сравнивать. Я любопытный. Почему? Вроде бы Филиппио, а вроде бы и нет. Пианисты трясу, как грушу. Он сам не знает. Идем дальше. Вот. Что же это такое? Гигант Подмосковья. Вот это из груш самое ценное, что я держал на планете в жизни. Самый крупный плод 540 грамм у Чернобаева. Оветочки брал у меня. А у меня 500 грамм. А так обычно 300, 400, 500. Вот. Учитывая необыкновенное кусовое качество, лучше этого сорта придумать невозможно. По крайней мере для России. Ведь ни одна оветочка не подмёрзла за эти зимы. Ни у меня, ни у него. Здорово, нет? А что у нас, ребята, в рюкзаках? Вот. А вот это что такое? О-о-о. А это просто академик. Дело в том, что академики, они расплылись. Вот. Есть академики у меня классическую форму имеют. Тут же на соседнем дереве, он же привитый, стал практически круглым. Я назвал его крупноплодной железой. Потому что никто, ни отец родной, даже академик Азьмин не признает в нём. Не признает. Представляете? Вот. А есть такие вещи. Вначале привью, выращиваю, а потом скажу, что же это такое. Я не упускаю ни одной возможности. Вы знаете, какие у меня друзья? Ой. У меня растёт такое. Показывает пальцами размер с это, с дыню. Вот. Вкус необыкновенный. Глаза горят. Я говорю, Веточка, а тебе саженец. Ты мне, Веточка, я тебе саженец. Вот таким образом. Вот это на ближайшее время. Вот это на ближайшее время. Ну, сейчас ещё покажу, как я это делаю. Сейчас подойдём к одному дереву. И, наверное, запись на том и закончится. Сейчас. Через три минуты она остановится сама. Сейчас. Знаете, куда мы идём? Куда мы идём? Куда мы идём? С пяточком. Я тут веточку приметил. Для этого мне нужен секатор. Кстати, чтобы я не болтыном был. Но это ладно. Это сжигали ветки. Ценнейшие ветки на свете стали, на всей планете, стали этим пеплом. А вот это, чтобы убедились, всё возвращаю под деревья. Когда вся страна в едином порыве граблями всё выгребает, что я считаю полной стопроцентной дурью и грабежом у деревьев этих самых питательных веществ в виде опавшей листвы, в виде скошенной травы, вместо этого я всё возвращаю. Всё, всё, всё. И до сих пор я ни одного, ни у абрикосов, ни у сливов, ни у груш. Что, Сень? Это помать-то какой-нибудь. Кто? Помать-то. Вон, килогрейка моя. Иди, бери. Вот тут. Где? В кармане. Так. Прошу прощения, что оттокся. О чём я говорил? Сейчас скажу. Сейчас скажу, сейчас скажу. Значит, у меня память всё подвела. Я говорил про то, что... А! Ни разу в жизни в моём саду не появилось... Вон, 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 вон. Не появилось ни, что это самое, плодожорки, ни тли. Никогда! На абрикосах, грушах, сливах, венгерках, на вишне один раз, на черешнях, на персиках, ничего. За каким хером, я уже не знаю, какие слова подбирать, я должен всё это выгребать. Вот это вот. Это остатки. Осенью всё было закрыто полностью. Большая часть червями переработана. Это их работа. Честная, благородная. Всё вернётся в деревья. Вот. Тем более, я не считаю вот этой залу, что вы видите. Я её никогда ничем не об этом... Не удобряю. Всё-таки, а зачем шёл? Возможно, если остановится. Сколько там осталось? Одна-полтора минуты, так? Я хотел показать веточку, и как её надо правильно срезать. А её надо дойти, я сами только вот нашёл. Похватился, что это выдающийся сорт. Вот, и редкость даже у меня. Караул. Где ты? Где-то, где-то, где-то. Теперь же надо, чтобы у меня памяти нет. Надо, чтобы он снова мне попался почти случайно. Ну, да ещё не вечером. У нас до сих пор всё спит, видите? Обратите внимание, кстати. Абрикосы спят. Вот. Сливы венгерки спят. Сливы венгерки спят. Груши спят. Вот. Ну, там дальше вишни спят. Ну, в общем, называется это конец зимы, ранняя весна. Сегодня 1 мая. Я вас поздравляю, друзья. Желаю вам проснуться однажды в Советском Союзе. Примите поздравления от старого большевика. До свидания. 。 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...